Друзья, привет! Это интернет-магазин Вокалесо и в этом видео я вам рад представить новинку от компании Continental, модель EcoContact 6. И нам было бы очень тяжело подготовиться к этому видео, так как нет абсолютно никакой информации на русском языке. На сайте Continental, именно российского подразделения Continental, нет даже упоминания об этой шине, что, как всегда, в общем-то, весело. Это, знаете, такая отличительная черта русских сайтов шинных, официальных, когда шины появляются с запозданием. Но неужели нельзя как-то побыстрее, друзья, перевести? Из компаний Continental, Hankook и, в общем-то, других различных компаний. Но у нас есть зарубежный пресс-релиз компании Continental, и именно он помог нам подготовиться. И кое-что я вам все-таки сегодня расскажу, помимо стандартных вещей, где мы измерим глубину рисунка протектора этой новинки, где мы посмотрим боковину, насколько она жесткая, плотная, мягкая или какая-либо еще. Мы с вами взвезем эту шину конкретно в этом размере и, конечно же, пробежимся по маркировкам техническим, которые указаны на боковинах. И все это мы сделаем, друзья, прямо сейчас. И, конечно же, мы с вами посмотрим, где шина была произведена. И давайте непосредственно сразу же к пресс-релизу. Я вас ознакомлю с тезисами, которые компания приготовила для нас. Ну, во-первых, шина была представлена в Ганновере в сентябре 2018 года, и они, так скажем, представили эту высокотехнологичную новинку для лета 2019. И они заявляют то, что они увеличили на 20% входимость этой шины и на 15% снизили коэффициент сопротивления качению. То есть шина стала более экономичной. И компания Continental получила уже одобрение на поставку как первичной комплектации для автомобиля от 12 автопроизводителей для автомобилей среднего класса. Также в пресс-релизе указано, что в зависимости от размера у шины может быть 3, 4 или 5 продольных ребер. И очень хорошо соблюден баланс между количеством продольных ребер и канавками, что позволяет уменьшить риск аквапланирования. Ну вот, собственно, и про аквапланирование я вам честно не вру. Они действительно так пишут. И они говорят о том, что к марту 2019 года шина будет поставляться в 112 размерах от 13 до 22 диаметра. И, соответственно, ширина будет от 145 до 315 мм. И высота профиля от 80 до 30%. И максимальная шина будет иметь до 300 км в час индекс скоростей, что будет обозначаться буквой Y. Ну или Y по-нашему. И, кстати, еще указана такая любопытная вещь, что, видите, компания Continental отдельно выделяет, что производится шина в 24 странах мира. И, в общем-то, ну не только производится, но и разрабатывается. Ну и по рисунку протектора мы с вами видим, что шина ярко выражена асимметрично. Об этом есть маркировка Outside. Вот она, то есть внешняя сторона. Эта сторона должна быть внешняя вот здесь вот на внешней части автомобиля. Эта же сторона должна смотреть вовнутрь. И, действительно, здесь у нас раз, два, три, четыре, пять ребер. Из них три вот такие вот центральные. И самая-самая центральная, которая отвечает за очень хорошую курсовую устойчивость. Но это, как всегда, оно для этого и создано. И здесь есть четыре продольных канавки, которые будут помогать разгонять воду из пятна контакта. Но также здесь, видите, из каждой канавки есть вот такие вот диагональные маленькие канавки, которые тоже будут помогать вбирать в себя воду и отводить из пятна контакта. Здесь, я думаю, что по аквапланированию вопросов вообще быть никаких не может. Шина будет очень хорошо себя вести вот именно на мокрых поверхностях. Глубина рисунка протектора сейчас нам станет с вами известна. Это ш... да ладно, шесть с половиной... а что так мало? Шесть с половиной миллиметров. Я даже сейчас сделаю, друзья, калибровку прибора и сделаю измерение снова. Так, я откалибровал приборы, делаю еще одно измерение. Нет, шесть и три, друзья. Это достаточно мало. То есть глубина рисунка протектора такая весьма небольшая. Ну и давайте посмотрим, сколько доограничителей или индикаторов износа. Как они правильно называются? 5,3 миллиметра. Друзья, здесь достаточно маловато. Но на самом деле, мне вот интересна такая позиция. Шины, все, которые эко, такие, знаете, борющиеся за экологичность, мне кажется, они должны наоборот как-то иметь большой рисунок протектор. То есть достаточно глубокий имеется в виду. Чтобы долго ходили они, знаете, чтобы утилизировать их, перерабатывать их не надо было. Скоро. То есть, чтобы они, ну, подольше как-то жили. А здесь, мне кажется, что шина будет стираться достаточно быстро, учитывая, что она очень и очень такая мягенькая. Посмотрите, она прям совсем мягкая. Вот. Неожиданно. В общем-то, ну, совсем, совсем, совсем. Вот. И, да, к этому мы еще вернемся. А сейчас я хотел бы еще измерить на размере 215,55,16 ширину канавки. Вот. Посмотрите, это примерно 11 миллиметров. Нормальная такая канавка. Ну, такая обычная, ничего такого нет. Потому что есть вот тутое, допустим, вот, посмотрите. Вот тут, конечно, и размер другой, но тем не менее. Вот это большая канавка размером с палец. Вот здесь, соответственно, размеры, я думаю, что все в порядке полном. Далее, смотрим, что 215,55,16 это данные размеры. Здесь мы с вами сможем проверить, собственно, немаломерит ли шина. Есть ли здесь 215 миллиметров и действительно ли высота профиля тоже совпадает. Итак, наша рулетка настроена на 215 миллиметров. Мы смотрим, что шина по абсолютно четко попадает в размер, не маломерка. То есть здесь все в порядке. И 55 высота профиля. 55 это процентное отношение от ширины. Соответственно, высота профиля должна быть 118 миллиметров. Измеряется вот отсюда до, в общем-то, этого места. Так, так, так. Ну, смотрим, друзья. Да, здесь все вот так. Так вот, если быть точнее. Все совпадает, все полностью нормально. В этом никаких претензий, в общем-то, у меня к шине нет. Ну, а индекс скорости и нагрузки это 93V у данного размера. V это 240 километров в час. Это очень приличный показатель. Индекс скорости прям шикарный, мне нравится. И 93V это индекс нагрузки. Это 650 килограмм на одну шину. 2 тонны 600 выдержит комплект этих шин. Тоже, в общем-то, показатель за глаза. Шикарный, все в порядке. Ну, и давайте переходить к боковинам. Посмотрим, насколько они... Ну, мы уже видели, насколько они мягкие. Они прям совсем, друзья, они тоненькие. Прям совсем тоненькие. И очень мягенькие. То есть не надо тут рассчитывать, что шина будет активно бороться с боковыми порезами. Или если будет размер немножко поменьше, то с грыжами. Потому что на таком размере навряд ли можно какие-то шишки там грыжи поймать. А вот на шинах с более низким профилем это вполне возможно. И, конечно, есть такие даже комментарии. Я вам сейчас попытаюсь вывести на экран. Что просто хейтят эко шины. То есть шины эко это мягкие, хиленькие. То есть, ну, вот почему-то, собственно, так повелось. Уж не знаю, как они ведут себя при эксплуатации. Друзья, если вы пользуетесь какими-нибудь шинами эко. То есть, может быть, какой-то модель у Эко Контакт 5, например. Или модель у Адбриджстоуна Экопия, например. Ну, что-нибудь связанное с экологией, с зеленой какие-нибудь шины. Или как Агрин 2, например, от Нокен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как они себя ведут в повседневной эксплуатации. Как они у вас себя вели. И это будет большой плюс и большой опыт для других людей. Это поможет всем. Потому что эти видео делаются исключительно для вас. И, кстати, попрошу вас подписаться на наш канал. Потому что именно это дает лучшую мотивацию делать эти видео и дальше. Ну, в общем-то, по боковинам все понятно. Здесь, в общем-то, все хило. На мой взгляд, это, ну, я бы такие шины, честно говоря, ну, не стал бы покупать для наших убогих дорог. Ну, убогих как, друзья. Друзья, вот представьте, я еду, допустим, из центра города. Я живу на окраине. И просто играешь в какой-то, ну, не знаю, как это называется. Спринт, биатлон или что это. Бег с препятствиями, может быть, изда с препятствиями. То есть, просто яма на яме. Ты вот уворачиваешься. Ты просто думаешь, вылететь тебе навстречу. Или попасть в яму. Или куда-то еще спрятаться от этих. И никуда иногда спрятаться не получается. Дороги просто у нас, конечно, кошмарные. Это Ростов-на-Дону, друзья. Поэтому, если кто-то смотрит, кто относится к этому делу, почтите, пожалуйста, дороги в Ростове. Было бы неплохо. Юг все-таки. Кстати, на севере говорят, что дороги разрушаются, потому что там очень климат суровый, что все перемерзает. Почему разрушаются дороги на юге, ну, непонятно вообще, честно говоря. Ну, наверное, по той же причине. Мы все ее знаем, друзья. И мы переходим к боковинам. Это было так, немножечко лирического отступления. Здесь красивая надпись «Континенталь». Шикарно выглядит. Потрясающе. Значит, здесь информация по безопасности. Если много мелкого шрифта и информация по безопасности есть, значит, скорее всего, мы найдем маркировку D.O.T. То есть, шина будет сертифицирована для продажи в Соединенных Штатах Америки. Здесь я все читать не буду. Просто вкратце скажу, что здесь указано, что шину не надо надевать ни на какие другие диски диаметра, кроме как вот этого, который указан здесь. В этом случае 16-го. Не надо их перекачивать. Иначе они могут взорваться, навредить вам и так далее. Далее указано «Экоконтакт-6». Все понятно. «Континенталь». Вопросов никаких нет. Едем дальше. 38-я неделя 2018 года. Это дата производства. Это абсолютно нормально. Шинники начинают готовиться к лету 2018, точнее, к лету 2019 года в конце 2018. Вопросов здесь никаких нет. Е4 обозначает, что шина сертифицирована для продажи в Евросоюзе. И, как всегда, на 99% сертификация произошла в Голландии, о чем свидетельствует циферка 4. Аутсайд, внешняя сторона, мы это все с вами смотрели. Так, так, так. Радио-радиальная конструкция. Тюблис бескамерный. Иногда ТБЛ пишут. Максимальное давление можно закачать. Тоже все, как обычно. 51 PSI. Ничего не меняется. 3,5 атмосферы по-нашему. Максимальная нагрузка тоже мы с вами проговорили. И вот, что мы с вами нашли интересного. Так, камера в фокус. Так, значит, здесь указаны каркас шины. То есть, или корт, или армирование, как угодно. Да, тем не менее, тред, слой тред, который вот этот соприкасается с непосредственно дорожным покрытием, состоит из одного слоя полиэстера, двойного стального армирования и одного слоя полиамида. Все, как обычно, ничего нового. И боковина, это один слой полиэстера. Ну, с такой боковиной, скажите спасибо, что полиэстер хотя бы здесь есть. Вот, что я хочу сказать. Так, едем дальше. А говорят, высокотехнологичная шина. Ну, может быть, по составу смеси. Перевернули шину, посмотрим, что есть по маркировкам на другой стороне, что не дублируется. Так, шина произведена в России. Видите, здесь указана Раша. Так, так, так. Что здесь еще интересненького? Ну, на самом деле, все остальные маркировки вроде как продублированы. Друзья, не могу найти тредвэ и надпись DUT. Вот, абсолютно не вижу. Так, переверну-ка я ее. Ну, кстати, вот этот мелкий шрифт, он, конечно, должен свидетельствовать о том, что DUT и тредвэ и все остальное где-то должно быть. Но, тем не менее, так как нет, я предположу, что просто формы для именно создания этой шины используются одни и те же, а DUT, ну, как-то вот на них нет. Ну, только такое вот какое-то, может быть, не очень логичное, но объяснение. Про вот такую капельку у нас есть отдельное видео, наверное, оно вышло пару дней назад, потому что очень хочется выложить ECO Contact 6 побыстрее, и поэтому, скорее всего, получится так, что видео будет идти друг за другом. Тем не менее, эта капелька обозначает наличие вот здесь вот, ну, давайте вам покажу, наверное, вот, где наклеечки этой нет. Вот капелька, видите, здесь тоже такие индикаторы. Эти индикаторы говорят о том, что, когда шина до них сотрется, что шина будет уже плохо себя вести на влажных и мокрых поверхностях. А вот там, где указано TWI, здесь у нас обычные индикаторы износа, то есть, которые говорят, что шину вообще пора заменить. Так, ну, давайте взвешивать, наверное, посмотрим, сколько 215, 55, 16 размер весит. Весит он 8,2 килограмма, это очень-очень мало для этого размера, то есть, в этом плане шина будет действительно экологичная. Я, знаете, к чему склоняюсь, что тут вопрос экологии не в плане даже переработки последующей шины, а в плане экономии топлива. Может быть, за счет снижения такого дикого веса они немножечко, какие-то десятые доли литра топлива пытаются сэкономить. Ну, на самом деле, нас с вами уже, наверное, через тысячу лет не будет, но было бы интересно, чем закончатся все эти потуги с вот такой вот вымышленной, на мой взгляд, экологичностью. Мне кажется, что в плане переработки, может быть, они какие-то тоже экобиоразлагаемые, я-то не знаю, и нигде это не написано. Но мне кажется, чтобы все-таки бороться с экологией, нужно как-то шину делать такой более износостойкой, чтобы ее долго можно было использовать и долго не утилизировать. И на этом же тоже огромные деньги, топливо тратится и так далее. Поэтому, ну, на мой взгляд, как-то так. Ну, и давайте резюмировать по данной модели, по новинке 2019 года. Скажу честно, для меня ничего такого в ней нет, особенно шина как шина, надо было выпустить новинку, а не выпустили. Как всегда в пресс-релизе, что она еще быстрее, выше, сильнее. Но знаете, такая шутка, что если бы верили мы всем пресс-релизам, то шина в итоге бы позволяла остановиться автомобилю просто мгновенно. Вот нажал на педаль и все, машина остановилась мгновенно. Но такого не происходит, поэтому все эти пресс-релизы, это так, делить надо, мне кажется, на некоторое число. Вместе с тем, если вам нужна комфортная шина и у вас хорошие дороги, если вы любитель такой вальяжной езды, уверен, что это ваша шина. Она обеспечит вам, думаю, что очень высокий уровень комфорта, она будет мягенькая, скорее всего, достаточно нешумная, будет отводить хорошо воду, торможение. Вам вообще ни о чем не надо будет заботиться. Но если у вас плохие дороги, если вам нужна шина более износостойкая, более выносливая, я думаю, что все-таки стоит рассмотреть немножечко другой вариант. Если для вас важна небольшая экономия топлива в пределах каких-то десятков литра, то не десятков литров, а десятка литра, то есть там, допустим, 0,2 литра она вам сэкономит. Если это для вас важно, приобретайте, конечно, это ваша шина. Но, на мой взгляд, это такая новинка ради новинки. Это мое мнение, к счастью или к сожалению, ну, в общем-то, оно такое. Все, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пожалуйста, и пока-пока. Продолжение следует...